Музыка Мне нужна победа. Всегда. Только одна победа. Тогда мне хорошо. Приносит дискомфорт, что у меня руки такие накаченные. У меня нет молодого человека. Обычно на соревнованиях мы даже ее не узнаем иногда. Когда я уже домой прихожу, я плачу, потому что я не могу так долго быть сильной. Сейчас мы дружно поможем Виктории завоевать медаль. Я сейчас спокойно, уверенно иду дальше и собираюсь выиграть эти соревнования. Это больше, чем спорт. И мы снова рассказываем о тех, кто может и умеет больше, чем обычные люди. И этот день мы решили провести вместе с ними, в их естественной среде. Для наших следующих героев это татами. Что из этого получилось, увидите прямо сейчас. Начинаем второй день чемпионата Республики Беларусь в Патюрхове среди мужчин и женщин. На первый татами готовится женщине до 70 килограммов. Вот так, без раскачки мы начинаем этот день. О том, что он будет жарким, говорят глаза этой девушки. Знакомьтесь, Виктория Новикова. Мастер спорта и один из главных претендентов на золото этого чемпионата. До ее выхода на татами остается совсем немного времени. Это можно легко понять. Спортсменка почти не говорит. Сейчас все мысли только о поединке. У нас можно сравнить как с наркоманами, которые не могут без дозы прожить. Также мы не можем прожить без победы. Если я не получаю свою победу, для меня это как крах, трагедия. Хотя другой человек скажет, что это ничего. Это просто ты не выиграла. Есть жизни ситуации посложнее, кроме того, что ты просто не выиграла эту схватку или соревнования. Но для меня это как наркоман без дозы. Я не могу уже без этого. Мне нужна победа. Всегда. Только одна победа. Тогда мне хорошо. Тогда я улыбаюсь, смеюсь. А пока до победы еще далеко. Предстоит первая схватка. Но судя по настроению Вики, сопернице тут делать нечего. Важный элемент дзюдо – поклон перед поединком. В целом, мягкий путь, именно так дословно переводится название этого вида борьбы, не только боевое искусство, но и целая философия. И она покорилась нашим спортсменам в виде золотой медали на Олимпиаде лишь однажды, в далеком 2004-м. Тогда в Афинах Игорь Макаров сделал то, что вот уже почти 15 лет нашим спортсменам повторить не удается. Вика дожимает соперницу. Вот так. Схватила и удерживает. Все. Чистая победа. Первый этап пройден. И что самое интересное, наша героиня спокойно реагирует на это. Сделала и сделала. Сейчас у меня это как работа. Это считается нормой жизни – выиграть девочку такого уровня. И эмоции меня переполняли бы другие, если бы я проиграла. А так я сейчас спокойно, уверенно иду дальше и собираюсь выиграть эти соревнования. Перед схваткой у тебя есть какой-то ритуал? Никакого ритуала нет. Но раньше, как бы, я не знаю, у меня был такой, может, талисман, я так считала, я заплетала себе два колоска на борьбу. У меня было два колоска, длинные косички до пояса. И как-то один тренер сказал, это, наверное, твоя сила в косичках, это твой талисман. Ну и как-то повело, что я плела раньше косы и выигрывала, а сейчас я без них выигрываю. Но если кто-то подумал, что эта железная девушка в свои 18 лет не знала поражений, то он ошибается. Они были. Причем на них спортсменка реагирует, как обычная девушка – эмоционально. Стою, и у меня просто пропадает. Ну, так на секунду я замечаю, что я не слышу вокруг людей. Потому что я сама в шоке таком. Пребываю, хожу с татами, я не могу заплакать при всех. Ну, меня мама учила, говорит, лучше не плачь, не показывай свою слабость. Ну, вот, а когда я уже домой прихожу, я плачу. Потому что я не могу уж так долго быть сильной. Хоть где-то я плачу редко не из-за того, что я слабая. Наверное, я сильно где-то, может, не кажется на людях, а уже дома я могу и поплакать, когда я проигрываю. В зал начинают подходить спортсмены, которые боролись в первый день чемпионата. Среди них и миниатюрная девушка Ульяна Мининкова – мастер спорта международного класса. Пока есть время, до следующей схватки можно передохнуть. Но даже сейчас внимание девушек приковано предстоящим поединком. И разговоры только об этом. У меня сейчас вот с этой... У вас не тянется. С какой-то вот бочилой я отборюсь. Потом мне надо вот с этой гуриной не расслабиться. Да, гурина это, да, смотри, аккуратно. Она непредсказуемая просто, непредсказуемая. Поэтому давай, надо собрана, собрана. Давать такие советы Ульяна имеет полное право. Опыта ей не занимать. Только накануне девушка взяла свой очередной трофей. Золото этого чемпионата в своем весе. А, например, этим летом на домашнем турнире из серии Europa and Judo Open 2018, который прошел в Чижовко-арене в Минске, она провела пять схваток и вернулась в Гомель уже с бронзовой наградой. Пятнадцать лет, и я отобралась на мир по кадетам. Стала пятой там. Это были мои самые большие соревнования, крупные вообще. Я очень была рада. Я тогда выполнила в этот момент мастера спорта. Обе девушки в спорте уже более десяти лет и пришли в дюдо еще в том возрасте, когда детям все просто интересно. Но, как видим, затянула и не отпускает до сих пор. Я с детства всегда была такая боевая девочка. Ну, в школе мальчикам всегда могла дать отпор в детском садике. Я только с мальчиками дружила. У меня были все игрушки, пистолеты, танчики, машинки и все такое. И как-то я увидела, что, говорю, мама, что это? Она говорит, ну, вот это борьба, так вот люди борются, да. И я такая, говорю, ну, я хочу попробовать. И как-то, ну, она меня записала. И, если честно, я уже не помню. Это все она мне рассказывает, я с ее слов помню. Я помню, что я всю жизнь ходила в зал. Родители сначала были против. Были против. Бабушка, я когда приходила со школы, я всегда, бабушка, говорит, сначала сделаю уроки, а потом иди на тренировку. Но мне не было, не надо было мне эти уроки. Я сбегала с дома, бабушка только смотрит в окно. Что-то дома тихо, бабушка смотрит в окно. А я уже иду на тренировку. Ну, и как-то так смирились, что, потому что мне это нравилось. И как бы они мне не запрещали, я все равно бы сбегала, наверное. Разные у Ульяны и Вики не только истории о том, как пришли первый раз в зал, но и характеры. Об этом не понаслышке знает тренер девушек Сергей Кухаренко. У Ульяна более спокойный, Вика более такой темпераментный человек, агрессивный, более такой взрывной. А Ульяна более спокойный, такой приземленный, домашний. И что самое интересное в дюдо, все эти качества важны. Главное использовать их в нужный момент. В целом подготовка спортсменов такого уровня, как Виктория Новикова, задача непростая. И важно учитывать все особенности. Правда, подстроиться под все старты в году невозможно. Как у каждого спортсмена, есть сезон, допустим, как пик формы. Она выходит, обычно он где-то на лето попадает. Например, сейчас начало года, у нее постоянно, пока еще набирают форму. И обычно на соревнованиях мы даже ее не узнаем иногда. То же самое я скажу, что и сегодня, естественно, она борется. Она борется не так, как мы привыкли видеть ее. Но мы надеемся, на это как бы все рассчитано. Плохо было бы, если бы пик у нее был сегодня, на зиму пришелся, формы. А летом она была никакая, и там нас огорчило. А так я как бы, ну, будем надеяться, что я не ошибаюсь. И вот эта ее форма, пик формы, придется как раз-таки где-то на европейские игры. О старте в Минске наставник заговорил не случайно. И Вика, и Ульяна – участники игр. То, что там будет непросто, девушки понимают. Конечно, хочется завоевать медаль, но туда же приезжают самые лучшие спортсмены. У нас самое почти большое количество человек после легкой атлетики по численности. У нас 400 участников будет. Между тем, выяснения, кто сильнее на этом чемпионате, продолжаются. На татами проходит схватка за схваткой. И пока мы следили за очередной парой, оказалось, что выход Вики мы пропустили. Мы только услышали, что Вика должна выходить на татами, и тут говорят, что она победила. Что произошло? Ну, это очень было быстро, однако. Было явно видно, что девочка слабее Вики, поэтому, ну, так все быстро и произошло. Разошел бросок, потом преследование в партере было. Она сделала переворот и выиграла удержанием схватку. А вот тот самый поединок, о котором говорили Виктория и Ульяна. Соперница непредсказуемая, и здесь точно не будет легко. Поддерживать нашу героиню собралась половина девочек из команды. Не может сделать захват. Вот. Вика, так, молодец. Нормально, борется, на четко 20 секунд. Вот, вниз, вниз руку отмечай. Пробуй, пробуй. Вика, Вика, аккуратно. Не гнись, не гнись. Срочевай, срочевай. И вот резкий рывок. И Вика сумела сделать бросок. Сейчас главное удержать. Отлично, отлично, Вика, работаем в партере. Работаем в партере. Самым спокойным выглядит наставник. Только по его немигающему взгляду можно понять, насколько он напряжен и переживает за свою ученицу. А она, между тем, не думает сбавлять темп. Звучит сигнал об окончании поединка. Снова победа. И победа заслуженная. Судя по Вике, сил на это ушло много. Ну как, как? Что можно говорить сразу на эмоциях? Что сказать? Вика, молодец, выиграла. Спортсменка уходит с татами и, кажется, никого не замечает. Теперь можно и отдохнуть. Вике неплохо досталось, соперница ее не щадила. Впрочем, нашей героине в долгу не осталось. Я считаю, как для спортсмена у меня в основном таких сильных травм и не было. Где-то там, конечно, я подворачивала голеностопы, как и многие дзюдоисты. Где-то локти бывало, мне надламывали, да. Но переломов, операции, что бы вследствие там я делала, ничего такого не было. В Могилевском спорткомплексе «Олимпийц» наступила пауза в чемпионате. Перерывом стараются воспользоваться с пользой. Например, перекусить. Правда, Виктории Новиковой это не касается. Между схватками банан. Банан и все. Банан и все. Потому что, как бы, если плотно есть, тяжело потом бороться. Ну, оно может... Ну, сейчас времени, как бы, достаточно, чтобы переварилось. Вот. А вообще, ну, мы стараемся не наедаться. Я с готовкой не очень сильно дружу. Потому что, ну, как бы, я живу с родителями, но я умею готовить. Но, как бы, сильно таких блюд я не сделаю. Потому что готовит мама. И, как я говорю, у меня в жизни другие цели. А готовить, научиться, это я всегда успею. Хочется чего-то вкусного, могу сама приготовить. Вот. Вкусное для тебя это что? Макароны. Макароны. Самое вкусное блюдо на всей планете. За столом разговоры о финале и о том, как будут добираться домой. Причем то, что здесь сидят члены одной команды, не означает, что они не выходят друг против друга. Выходят. И часто. За татами мы друзья. На татами мы соперники. Мы не враги друг другу. Мы соперники. У нас идет чувство конкуренции. Каждый хочет стать первым. Поэтому во время встречи мы боремся серьезно. Встреча заканчивается, руки пожали. И также вместе уходим с татами. И никаких недоговорок нет. Мы разминаемся даже вместе. Мы с ней вчера боролись, мы с ней даже разминаемся вместе. И обиды, если кто-то проиграл. Между девушками нет. Ульяна, день рождения, 21 января. Вики, 15 мая. Я помню, помню. Ты помнишь или гуглила? Я помню, я помню. Я помню. Ну, потому что, как бы, и она мы помнят, и мы постоянно вместе на сборах, на соревнованиях. Вот и говори потом, что женской дружбы не бывает. Да и вообще, в дзюдо о коварстве знают только по слухам. Некоторые раньше рассказывали, что вот кимоно намазывали мылом, и оно скользило. Ну, это было давно-давно. Сейчас это все строго смотрится, поэтому как-то сделать сопернику там неудобство очень тяжело даже. С разговора о запрещенных приемах девушки переключаются на косметику и наряды. Оказалось, что спорт спортом, а макияж никто не отменял. Но только вне соревнований. Главное, чтобы время было. Очень много цветов помады, я уже настолько, у меня есть коричневые, баклажановые, красные, синюдовые оттенки. Я люблю краситься, поэтому как-то думают, что девочки борцы, да, и они как бы плохо относятся к платью, шпилькам. Ну, если у меня есть возможность одеться, классику, где-то выйти, накраситься, никогда не упускаю. У меня накачанные руки, да, накачанные ноги, но когда я одеваю платье, у меня, допустим, хочу с открытыми руками, да, мне это очень, ну, как бы приносит дискомфорт, что у меня руки такие накачанные, что мне нельзя там одеть ни юбку, ни такую какую-нибудь блузку с открытыми руками. Пока еще есть время, наши девушки на трибунах, перерыв большой, есть возможность отвлечься. Замечаем, что к ним подсаживаются знакомые. К слову, несмотря на такое повышенное внимание со стороны парней, личная жизнь у спортсменов чаще всего на втором плане. У меня нету молодого человека. Во-первых, ну, мне кажется, что где-то, может, у меня завышенные планки к требованиям, какой должен быть молодой человек. Вот, и поэтому сейчас как-то мне тяжело кого-то к себе подпустить. У меня есть парень, но сейчас он в армии. Вот, а так все хорошо, то есть они никак не мешают мне, моему спорту. Наоборот, это большая поддержка, огромная просто. Ну, как бы, иногда, когда у меня срывы, бывает, что я проигрываю, я сразу звоню ему, да, и как бы он меня поддерживает, всегда успокаивает, мне это придает больше сил. До финала чемпионата остается менее получаса. Татами сейчас похоже на огромную кровать. Некоторые спортсмены тут успевают даже вздремнуть. Наши девушки сейчас на трибунах что-то обсуждают, и впереди главное событие дня – борьба за медали. За 15 минут до начала дюдаисты начинают разминаться. Сначала легкая пробежка, особенно не напрягается, силы еще ой, как пригодятся. Потому только разминка. Немного потянуться и собраться с мыслями. До выхода на татами остается совсем немного, и сразу чувствуется, как обстановка накаляется. Вокруг мало разговоров, все сосредоточены. И вот за пару минут до начала выясняется, что кимоно Виктории придется сменить. В финале она будет вся в белом. Выделяться будет только пояс. Причем тут он нужен не только для того, чтобы поддерживать костюм. Черный пояс – это мастер спорта. Или первый, да. Это черный пояс. А вы мастер спорта? Я мастер спорта. Пока что мастер, но можно стать еще мастером спорта международного класса. И тогда какой будет пояс? Тоже черный. Времени остается все меньше, а волнение наоборот возрастает. Видно, как наша героиня настраивается. Сейчас именно настрой определит, кто победит. Практически война характеров. И помочь тут уже никто не может. Тренер должен выкладываться в зале на тренировках. Там кричать, тренировать, заставлять, как говорится, пахать. А здесь смотреть на трибуны соревнований своих учеников, учениц и получать от этого удовольствие. Потому что ты уже здесь ничем не поможешь. Они выходят и борются. Не я борются, а борется сам спортсмен в соревнованиях. Да, такие есть нюансы, подсказки, элементарные вещи. Повнимательнее, поагрессивнее. Свой сбери захват, добивайся. Такие простые элементарные подсказки. Они есть, мы всегда подсказываем. А в плане того, что я могу, как я и скажу, брать захват, делать такой-то прием. Это говорить легко, а сделать очень тяжело. Ну вот и началось. Борьба за золото. Соперница для Вики, как нам удалось узнать, неудобная. Поэтому здесь все будет по-взрослому. Ни одна из девушек не хочет уехать домой второй, оступившись в самом конце. Вот так. Приемы не проходят. Девушки пытаются сделать бросок или зацеп, но соперница вовремя уклоняется. Болельщики как чувствуют, что схватка жаркая. И стараются перекричать оппонентов и подсказать своей спортсменке. Даже хладнокровный наставник Виктории не выдерживает накала. Уровень эмоций просто зашкаливает. Если честно, я раньше вообще никого не слушала. Вообще не слышала, не слушала. Я делала сама, что там умела, да, я то и делала. Ну а сейчас, как бы уже с опытом, я уже прислушиваюсь к тренеру. Ну вот он сидит и мне подсказывает. Я стараюсь его тоже слушать, слышать. А между тем, Вика, получив очередное предупреждение, не сдается и упорно атакует соперницу. Раз за разом. Только разошлись, снова в бой. Откуда у нее берутся на это силы, понять невозможно. Видимо, это упорство сбило с толку соперницу. Девушка уже просто стояла и не давала себя бросить. Итог такой тактики очевиден. Теперь можно и поздравления принимать. С детства мама у меня водила каждый день. на тренировку. Только благодаря ей я могу сказать, что... Ну то, что я сейчас, кто я сейчас есть, это благодаря ей. Было время такое, что уже я занималась там 2 года, 3 года. Я говорю, мам, все, я устала. Я не хочу. Она мне где-то, ну, Викуля, попробуй еще, походи. Может, там опять втянется, понравится. И я говорю, ладно, хорошо. И она мне каждый день водила. Была маленькая. И она мне каждый день, мы ездили на стадион. Она на меня ждала, сидела, смотрела на мои тренировки. Где-то, если я не могла понять, как делать суперрием, дома она мне надевала кимоно уже. Где-то пыталась сама объяснить. Хотя она не спортсмен у меня. На чемпионате республики последний раз в том году у нас была одна золотая медаль. В этом году 4. Я не знаю, мы прибавили, наверное. Или все остальные стали слабыми. Пускай тренируются. Это первенство можно считать самым успешным для нашей команды. Она впервые стала в общем зачете третьей. И тут самый серьезный вклад от девушек. Их победа и медали – основа такого результата. Слабые снаружи, но крепкие духом. Именно из таких людей можно делать гвозди. Не согнутся и не подведут. Чего бы им это не стоило. Я понимала, мне надо выиграть. И у меня такой был мандраж сильный, что я выходила пересхваткой. У меня тряслись руки. Я понимаю, это ненормально, что не должно пройти. Но когда нам дают команду хаджиме, это все забывается. И я беру захват и начинаю бороться. Сразу после награждения вся команда собирается в микроавтобусе. Уставшая, но довольная, кажется, что и не было тех схваток. Впереди дорога домой к родным и близким. Бабушка Гэта. Ну я первая стала. Автомобилю с золотым составом команды Гомельской области по Дюдо предстоит проехать около 200 километров. К слову, Виктории Новиковой здесь могло и не быть. И дело не в травмах или нежелании заниматься. Встреча раньше других девочек заставляла стричь волосы, да, постригать. Но когда я пришла, я сказала, я, скорее всего, иду с дюдо на волосы свои, я не укорочу ни на сантиметр. Потому что волосы, ну как бы длинные волосы, это красивее любой прически, это длинные волосы, я так думаю. Вот. И поэтому проблемы, конечно, есть, они иногда мешают. Но я всегда стараюсь заплетать так, чтобы они не мешали ни мне, ни сопернику. К моменту приезда в Гомель на улицу уже совсем темно. Триумфальное возвращение осталось без оркестра. И, судя по лицам девушек, им это и не нужно. Сейчас главное побыстрее добраться домой и отдохнуть. Ведь впереди новое соревнование и новые победы. Вот у нас тоже еще чемпионка страны. Мы как-то не заметили это. Но она же воевала вчера первое место. Кроме того, кроме Ульяны, еще и Вики. Еще вот она. Так что Виктория Курлович, прошу любить и зажаловать. Медаль же не дается просто так. Надо отдаваться полностью спорту. То есть себя во многом как бы лишать чего-то себя. То есть ты как бы и принимаешь, и отдаешь.